Всем привет! Мы сегодня встали ни свет ни заря, сонные и ужасно. Я вчера, не знаю, вы заметили, когда я снимала блог, что на мне аппаратик висит, вот этот, он называется холтер. Это я всё пытаюсь поймать свои перебои. У меня бывает такое, что какие-то очень-очень неприятные перебои в сердце бывают. И кардиологи сказали, их надо поймать, записать на холтер и тогда разбираться, что это такое и от чего. Наверное, я их никак не могу поймать. Когда надеваешь этот холтер, они просто прекращаются. Это закон подлости. Ребёнок хочет дальше спать. А то, что, Лиса, ложиться раньше надо. Да. А то папа засыпает, а мы с тобой гуляем. До, не знаю, до двух-трёх ночи, наверное. Всё, лежит как солдатчик. Папа её закончил одевать. Чего у тебя нас, Марк, ты простыл? Я тоже не выспалась, дорогая моя. Благодаря кое-кому. Конечно, Алису можно было бы оставить спать дома с бабушкой. Но я вчера решила, что, когда буду снимать холтер, мы там же сделаем Алисе УЗИ. Потому что, как вы знаете, надо ей срочно сдавать анализы уже. И хочу сделать УЗИ тоже. Из-за того, что переживаю, что она временами какая-то жёлтая очень. Хочу, чтобы глянули печень, убедиться, что всё нормально. Может, конечно, это связано с тем, что даём там морковку, тыкву, как мне писали в комментариях. Но, я думаю, провериться никогда не будет лишним. И бабушку я записала на УЗИ тоже. Ей тоже пора провериться. УЗИ органов брюшной полости. Шарик. Шарик нас провожает. Я нашла свою прошлогоднюю куртку. Мне теперь тепло. А белую у нас-то забрала, да? Не, она, наверное, у мамы там в шкафу. Но белая зимняя. Она совсем зимняя на морозы. Всё, мы приехали. Алиса уснула. И слава богу, потому что она голодная. Я пошла. Всё, сняли мне холтер. Гуляем, ждём. С этим холтером не покупаться, не в душ сходить. Так что я рада, что его сняли. Здесь очень много медработников молодых. Мне снимала девушка холтер. В общем, она уже сняла, взяла его в руки, выходила в дверь. Я как раз застёгивала ещё свою рубашку. И за ней следом шла. И она за дверью зацепилась за ручку. Вот этими проводами. И как уронила его с грохотом. Просто разлетелись батарейки. Там сразу другие начали спрашивать, кто упал, что упало. А она такая говорит, у девочки холтер упал. Представляете, у девочки. Сама уронила, решила на меня спихнуть. Вот здесь прошлым летом родилась Алиса. Отсюда меня выписывали из областного перинатального центра. Ты помнишь этот момент? Конечно. Ещё придём за мальчиком? Спит ещё Маська. А ты помнишь, когда мы только начали снимать на канал, писали, вы обманываете, это кукла. Не может быть ребёнок таким маленьким. У меня сейчас сон какая-то. Рыба хочет познакомиться. Красивая курица. Хочешь с тобой домой? Не-не, она ж разутая. Смотри, какая рыбка. Ух ты, большая и маленькая. Ух ты. Нравится? Рост точно не знаем, но от 80 до 86. Всё, 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 смотри. А как играть в коробочку? Очень весело. Да, маращик? Ой, малыши. На самом деле это коробочка. Не коробочка, это собачка. Ну да. Марашик, хочешь покормить нашу собачку? Ой-ой-ой. Ну да. Я просто девальюненькая. Минуточку. Всё, вернулись мы уже домой с воздушным шариком. Ой, зизи-зизи-зизи. А я же закрывала, да? Ну я не знаю. А куда же я её сделала? Ну вот, мы сейчас ещё домой не попадём. А может быть я в другой карман положу? Мама, в своём репертуаре? Шарик ждёшь? Алиса уже кушать хочет, надо срочно её кормить. Ничего плохого нам не сказали, но печень у Алисы действительно увеличена. Так что завтра будем сдавать анализы и потом идти к какому-то врачу. Нас встречает и Джетта, и Шарик радостно. Всё, домой, малыш. Смотри, лисёнок, вон твоя парта стоит. Сейчас будем играть с тобой, покушаешь. Алиска на свою парту залезает, в смысле на свой стульчик, сама выдвигает вот этот ящик. И я сюда решила сложить палочки, из которых мы тут с ней мастерим что-то. То какое-то солнышко, то какой-то домик. Вот таким образом складываем. Я её учу. Вот на столике. Меня удивили комментарии под видео, где мы купили эту парту. Зачем вам парта? Парта нужна школьникам. Какая разница? Скажите, пожалуйста, столик покупать или парту. Главное, что здесь есть лампа с хорошим освещением. Главное, что ребёнок сам залезает на этот стульчик, и он не переворачивается, потому что он тяжёлый. И самое главное, что этого нам хватит на много лет, потому что она меняется в размерах, то есть делается выше, ниже, как и стульчик. Вообще мы думаем сейчас покормить. Но, 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 но. Ай, жюжюлик. Ай, жюжюлик. Ну всё, 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 всё. Вообще мы думаем сейчас покормить Алису и поехать опять в эпицентр. Мы вчера не купили ни Насте ничего на день рождения, как планировали. Костя говорит, по ремонту там надо ещё какие-то розетки сегодня купить. Ну всё, не капризничай. Сейчас будем нямать. Что нам надо купить в эпицентре? Светильники, батарею на кухню. Будем же менять батарею? Ну, наверное, да. Светильники, батарею, вот эту вот плитку, которая в закухонном уголку, ну, декоративную, и розетки, выключатели. А ты жарил плитку пока только на ту сторону. Да не, можно и ту сразу, чтобы на кухне уже всё лежало. А какой уголок у нас будет? Кухон. Выберем. Так надо плитку под уголок выбирать, надо уже знать, какой уголок. Давай с уголка начнём. А? А чем уголок под плитку? Чем они сочетаются? Ну, цветом. Цветом. Это вообще не обязательно. У Кости с Алисой сонный час, а я наконец-то нашла на себя время, и сейчас испробую эту ванну. По идее, я нажму на эту кнопку, и туда будет поступать воздух. Нет. С третьей попытки получилось. Я немножко боюсь туда залазить. Скажите, реально, что там не стукнет током ни при каких условиях? Или такое всё-таки может быть? Потому что у нас на кухне розетка жутко бьётся током, и я не знаю, чего ещё можно ожидать. А вдруг здесь тоже где-то будет проскакивать. Я ни разу в жизни не лежала в такой бурлящей воде. А Костя тем временем что-то читает. И не спит. Сейчас посмотрим, что он там такое читает. Это то, что ты для них прислал. Что такое лагом? И что такое лагом? Ну, шведский образ жизни. Это шведское отношение к жизни. Всё должно быть в меру, в общем-то, переводится. Так надо будет посмотреть. Ничего не понял? Да, тебе это надо почитать. Да. С твоей любовью к шоппингу, это надо очень тебе почитать внимательно. Тебе надо заехать под стричь. Вышла я из ванны, скажу вам, мне не особо понравилось с этими пузырьками. Оно как массаж, но какой-то даже слишком сильный. Либо тут режим такой. Вот так воздух выходил с двух боков мне в ребра. Сзади. По спине с двух сторон. И пятки щекотал. Долго я это не выдержала, выключила. Потом дотронулась до крана. Меня кран точно так же, как этот кран на кухне, немножечко ударил током. То есть, всё-таки что-то здесь не в порядке со всеми этими кранами. Но эти штуки, откуда шёл воздух, кружочки, они током точно не бились. Теперь зато точно знаю, что я не хочу себе в ванну с этим всяким гидромассажем, с этими наворотами. Оно мне не надо. Цель моя была залезть в ванну, сейчас отмыться от этого холтера. Вот здесь были кружочки у меня. Ноготь ещё один отпал. Я уже жду, не дождусь, когда они все отвалятся. Это гель-лак. Никогда в жизни не буду больше этого делать и вам не советую. Вот этот ноготь, который первым отпал, до сих пор не могу ничего нигде вот так дотронуться. Он настолько тонкий и ломкий. И совсем не от того, что это я его отодрала, как мне некоторые писали. А как раз таки от того, что когда делают этот гель-лак, вначале ноготь снимают частично, чтобы он стал не гладкий, не жирный, чтобы потом на него приклеить этот гель-лак. И вот ногтевая пластина, она изначально истинчается в этом процессе. И ты уже не можешь... Вот вы можете сейчас, если у вас нормальные ногти без этого гель-лака, вы можете что-то поцарапать ногтём? Я не могу, это больно. Вот посмотрите на этот ноготь, тут наглядно видно, вот там, где розовенько, это уже мой отрос сверху. А ниже, посмотрите, он весь такой шероховатый, это потому что подпиливали ногтевую пластину перед тем, как накладывать гель-лак. И вот такой он теперь кошмарный. И вот посмотрите на этот ноготь, который первым у меня отпал. Его вообще бесполезно стричь, вот здесь оно постоянно обламывается, потому что ноготь тоненький-тоненький. И это очень неприятно. Да, забыла вам за этот холтер рассказать, ничего опять не споймала я эти перебои. То они у меня есть, то их нет. Это надо какой-то цеплять в Киеве, говорят, на целый месяц можно прицепить. И в тот момент, когда тебя волнует, нажимаешь кнопку, оно записывается. Короче говоря, устала я уже их ловить. Вот живёшь, несколько дней их вообще нет, нормально. Потом несколько дней, как начинаются, просто кажется, что это ужас и кошмар. Потом опять их нет, в общем. Буду жить как жить, если будет совсем плохо, тогда уже загремлю в какую-нибудь больницу. Философское у меня сегодня какое-то настроение. Пока лежала в ванне, много чего передумала. В основном думала, ответ на вопрос, изменилась ли как-то моя жизнь с тех пор, как я стала видеоблогером. И я подумала, что да, она вообще кардинально изменилась, вплоть до того, что изменились взгляды на многие вещи. То есть когда я раньше жила там, выживала, мне казалось, самое главное это где-то достать денег, накормить детей, одеть детей. То есть цель была выжить как бы. Когда я уже перестала жить, чтобы выжить, да, то есть существовать, а не жить, я стала жить как-то немножко даже себе в удовольствии. У меня совершенно кардинально взгляд на всё поменялся. Вот раньше мне казалось, что для меня главное в жизни это сделать ремонт у себя дома. Это была моя мечта такая кардинальная. Там в своей двухкомнатной квартире сделать ремонт. Всё, я могу жить до пенсии, лишь бы дома было уютно, удобно и приятно. А не так, что ты себе много лет не можешь позволить там обои поклеить. Сейчас мне уже кажется, что ремонт это на самом деле такая ерунда. И вообще обстановка, там эти все вещи, ну всё это реально ерунда. Сейчас мне кажется, что самое главное, что у человека это время и общение. То есть самое главное, чтобы жизнь она как-то быстро не ушла, не прошла. Мимо тебя надо успеть общаться с близкими, с кем-то общаться. Ну и вообще своё время, твоё время, это самое главное, что у тебя есть. Вот в последнее время участились какие-то случаи самоубийств. Какие-то подростки у нас вот в городе, говорят, скинулся недавно с этажа с шестого, разбился. Я вот тоже лежала и думала, ну вот почему люди так поступают. Думаю, что в большинстве, возможно, как раз-таки из-за нехватки денег. То есть кажется, что всё, жизнь это ерунда, кошмар, она никогда не будет хорошей, и всё, надо покончить жизнь самоубийством. Но на самом деле же, знаете, как говорят, король и пешка, они в конце партии ложатся в одну коробку. Точно так и люди, хоть бедные, хоть богатые, в конце жизни всё равно они все умирают и их закапывают в землю. Ну зачем париться? Надо жизнь прожить в своё удовольствие. Для меня удовольствие, например, общаться с вежливыми людьми, с добрыми людьми, с весёлыми людьми. Вот это реально счастье, радость, ну и, конечно, чтобы все были здоровы, близкие, никто не болел. Сейчас очень переживаю за Алису. Завтра сдаём анализы и дальше будем думать, к какому врачу с ней пойти. Иби-мама мне написала, Лена, корми её грудью. Это пишет отчасти от того, что ты перестала её кормить грудью. Ну не знаю, сегодня попробую возобновить тогда грудное кормление. Субтитры сделал DimaTorzok